Мода на здоровый образ жизни Привела к тому, что все больше людей Стремятся уделять внимание не только привлекательной внешности Сколько всецелому развитию личности Обретению физического и духовного здоровья В связи с этим Особую популярность приобрела сегодня йога Древняя система, направленная на достижение Человеком внутренней гармонии Одновременно с гармонизацией Отношений с окружающим миром Йога и есть эриксир молодости И здоровья, и не только это Утверждают наши гости Знакомьтесь, пожалуйста, сегодня в студии Станислав Евклидов Руководитель сети центров йоги И Александр Макаров Мы договорились, что Александр сегодня ученик Станислава Правильно? Совершенно верно Станислав, йога в переводе с санскрита Означает союз, единение, слияние Вот как это характеризует Цель этой древней практики? Дело в том, что немножко неверный Перевод Йога означает что-то, что соединяет, чтобы управлять Корень юдж Это некое связующее звено в повозке Которое соединяет систему управления повозки с лошадью Таким образом, йога — это инструмент для управления Для управления собой Можно сказать, что это такая древняя комплексная система саморегуляции Дело в том, что на протяжении тысяч лет Перед конкретным человеком и обществом Ставились какие-то задачи Разные Социальные, может быть, задачи выживания и так далее Их нужно было как-то решить И люди разрабатывали различные методы и средства И когда мы говорим о йоге Сейчас йога применяется как метод и средство для продления жизни Улучшения качества жизни Обретения физического здоровья и благополучия Но на протяжении тысячи лет Это было одной из целей и задач Ставились разные Соответственно, в йоге есть много инструментов Направлены не только на это Скажем так, йога — это комплексный подход Для решения разных целей и задач, которые ставятся перед современным человеком Мы пользуемся этими инструментами Потому что за длительное время они прошли хорошую апробацию Отточились Наша задача — просто их применять Некоторые считают, что йога — это наука о здоровье В отличие, например, от современной западной медицины Которая в значительной степени является наукой о болезнях и их лечении Абсолютно верно Это очень верное замечание, которое напрямую объясняет Почему йога сейчас становится настолько популярной В фокусе западного подхода лежит болезнь То есть тотальное изучение болезни как таковой В фокусе традиционной оздоровительной системы Такой, которая является и йога в том числе Применяется определенный принцип Который был общий и для древних греков И египтян, и арабов, китайцев, неважно Что при возникновении какого-либо нарушения в системе Необходимо было не разбираться в этой болячке А создать условия для возникновения здоровья То есть работать с образом жизни, системой питания и так далее А потом уже, если болезнь запущена Тогда уже применение фармакологии и хирургии Собственно, йога фокусирует на этих первых двух аспектов Это некая система изменения образа своей жизни Для возникновения условий, для появления здоровья Я думаю, что сейчас нет, наверное, человека Который не слышал само название йога Более-менее имеет какие-то представления У каждого свои они, безусловно Давайте мы для начала такую вводную сделаем Посмотрим небольшой сюжет И продолжим наш разговор Что такое йога? Религия или физкультура? Философия или образ жизни? Стоит ли заниматься практической йогой Сегодня, в век вычислительной техники, роботов и космических полетов? Что может дать нам йога в повседневной реальной жизни? И кого, наконец, можно считать настоящим йогом? Археологические находки позволяют с определенностью утверждать Что учение йоги было известно уже 2500 лет до н.э. Именно к этому периоду относят изображения йогов В характерных позах, найденные в раскопках древней культуры Однако устная традиция говорит о гораздо более древнем происхождении йоги Древние легенды говорят о том, что бог Шива дал человеку 8 400 000 пост Для достижения высокого уровня сознания и крепкого здоровья Из этого количества в настоящее время йоги используют чуть меньше сотни А наиболее важными, которых достаточно для достижения здоровья, считают 20-30 асан Ученые сегодня еще только пытаются понять, что такое йога и кто такие йоги Однако современная методология плохо справляется с адекватной оценкой Теоретических основ йоги и ее практических результатов А пока специалисты своими средствами исследуют йогу и йогов Тысячи людей обращаются к этому учению и начинают ею заниматься Станислав, вот по поводу древнего-древнего происхождения йоги В сюжете мы, собственно, попытались об этом рассказать Но я думаю, что ваши знания наверняка более полные Дело в том, что для того, чтобы оценить сейчас, какая йога была раньше, мы имеем некие тексты, которые до нас дошли Которые датируются, есть какие-то еще косвенные свидетельства, ну и, собственно, живой опыт тех людей, которые сейчас занимаются в той же самой Индии Дело в том, что эта система, работая с человеческим организмом, соответственно, у разных культур, не только у индусов Сформировались разные методы средств, во многом похожие Дело в том, почему мы сейчас занимаемся йогой, потому что там наиболее большой спектр И наиболее универсальный подход Нам проще этим пользоваться Хотя, например, там в Латинской Америке у какого-то шамана может быть похожая техника работы с психикой, с эмоциями, там, с концентрацией внимания Называться она будет по-другому, но суть та же И когда мы смотрим на историю развития и возникновения йоги, мы можем датировать ее в текстах, ну, порядка двух-трех тысяч лет недавности Когда более-менее начали собираться какие-то более-менее внятные методики, направленные на достижение определенных целей и задач Хотя по археологическим данным можно датировать порядка трех-четырех тысяч лет до нашей эры, что люди чем-то подобным уже занимались Но как бы письменность и какие-то свидетельства, они вот датируются порядка двух-трех тысяч лет И это в основном были практики, возникновали как практики саморегуляции, больше психической саморегуляции Потому что у человека была задача адаптироваться либо к агрессивной среде, либо к каким-то изменениям Мы можем встретить древний текст, где прям конкретно ставятся цели и задачи применения йогической практики То есть это полководец, который ведет войско в битву против своих родственников, у которого случается нервный срыв на этой почве То есть ему ввести войско в битву, а у него полный раздрай И, собственно, применяются методы и техники йоги для того, чтобы он собрался и смог выполнить свою социальную функцию Соответственно, время шло и постепенно стала увеличиваться роль физических упражнений в этом Соответственно, это уже ближе к средним векам Мы наблюдаем в сводах текстов появление большого количества дыхательных, физических упражнений Которые несут в себе аспект укрепления тела для того, чтобы обеспечить человека достаточным здоровьем, улучшить качество, продолжительность его жизни Соответственно, техники, мигрируя в разные регионы, в тот же Тибет, на юг, ближе к Китаю Был постоянный культурный обмен, они тоже изменяют с учетом среды Например, практика йоги, которая дошла до Тибета, она сильно поменялась Там практически нет статических упражнений Эти комплексы, которые делают тибетские йоги, они сильно отличаются Тибет — это высокогорье, пониженное содержание кислорода, холод, ограничение растительного рациона Соответственно, практика очень сильно изменилась Это тоже можно просмотреть по текстам, которые у нас остаются Время идет, йога, как некая система вот такого инструментария для улучшения человеческого существа, очень сильно меняется Куда бы она ни приходит Сейчас мы видим новый виток Мы видим виток, когда йога, вот эта вот средневековая, к которой мы имеем доступ, она очень сильно трансформируется на Западе Сейчас человек, когда приходит на класс йоги, он видит много физических упражнений То, что называют асан, или статическое положение тела для изменения каких-то физических параметров Либо там техники релаксации Но это веяние времени, вот это вот изменение йогической практики, оно происходит в последние 100 с небольшим лет До этого в той же Индии йогой в основном занимались по-другому Преимущественно это были статические дыхательные упражнения в простой позе И роль физических упражнений была минимальна На пользу ли эти изменения самой практики? На практике на пользу все то, что помогает лучше решать цели и задачи Как я уже сказал, цели и задачи, ставимые перед йогой 700 лет назад в определенном регионе и 2000 лет назад разные Несмотря на то, что это общий метод воздействия на организм Но инструментарий очень сильно разнился Давайте сначала о целях и задачах тогда Александр, вот мы в программе «Здоровье» встречаемся и говорим о здоровье Что привело вас к йоге? Желание стать здоровым, либо что-то другое? Сейчас расскажу, что привело меня к йоге, что привело меня к Станиславу Профессия адвокат сама по себе большей частью... Да, и адвокат Она преимущественно офисная Ну, офисная работа, как знают все, наверное И, наверное, еще очень нервная Очень нервная, совершенно верно И нервная, и малоподвижная В определенный момент просто встал вопрос о том, что необходимо какую-то физическую активность уже проявлять Вот Ну, я пробовал ходить в тренажерные залы, фитнесом заниматься Но не пришлось мне это по душе Вот, и в какой-то момент я услышал о том, что существует как раз центр йоги Который, как я позже уже узнал, возглавляя это Станислав К нам пришли, на самом деле, с рекламой прямо в офис И мы решили попробовать с коллегами Чем зацепила вас, чем привлекла сама йога? Если абстрагироваться, то, наверное, мне нравится, что в йоге преимущественно статические нагрузки Это не... если соотнести йогу и спорт То есть не надо прыгать, не надо бежать куда-то Совершенно верно, да, не нужно тягать штанги тяжелые Вот, это не соревновательный вид Если можно отнести йогу к спорту, есть йога-спорт То это не соревновательный вид Вот, и Когда ты занимаешься асаной Делаешь определенные Этими нагрузками занимаешься Нет необходимости, как бы Прыгать выше головы То есть из асаны, как говорил нам Станислав Нужно выходить тогда, когда ты Чувствуешь дискомфорт То есть не было необходимости Сравнивать себя с другими Занимающимися, чувствовать себя хуже Да, даже на первом этапе, это было очень комфортно Но все равно же, наверное, у кого-то хуже, у кого-то лучше Ничего подобного Это абсолютно неправильный подход, который идет в фитнес и спорта Дело в том, что нет понятия лучше и хуже выполненного упражнения Красивее, завернутые Нет, ничего подобного Если мы говорим о йоге, мы говорим об изменении физиологической функции И к нам приходят люди в очень разном исходном состоянии Бывший спортсмен, у которого может быть гипертрофирован плечевой пояс, но проблемы с позвоночником Может быть, например, девушка, которая очень гибкая А приходят все-таки зачем? Люди приходят для того, чтобы изменить свое состояние к лучшему То есть вот Александр сказал очень важный аспект Что он приходит и он получает то, что ему нужно без попыток соревнования с кем-то Потому что наши организмы очень разные И та нагрузка, которая нужна одному, другому может быть вредна А третью ее вообще не почувствуют Вот эта особенность отсутствия соревновательности в йоге, как в практике Является одним из ключевых аспектов То есть мы приходим заниматься для того, чтобы получать наш свой личный результат Который очень сильно может отличаться от другого человека То, что одному человеку, например, он садится в шпагат Это ему прекрасное упражнение, а другому это ставит травму Обидно таки, когда все вокруг на шпагате Сколько времени, Александр, вы занимаетесь? Чуть больше двух лет За это время, давайте вот сразу Вот за это время что изменилось в вашей жизни? В моей жизни что изменилось? Ну, во-первых, я стал спокойнее действительно Я вот поясню такой момент Когда практика закончена Когда ты выходишь из зала Очень приятное ощущение усталости Но эта усталость совершенно не такая, какая наступает после занятий силовыми методами Видами спорта Очень приятно и расслабляюще И что для меня было очень важно Это ощущение очень приятной пустоты в голове То есть происходит полностью эмоциональное обнуление Да, это действительно очень важно Потому что не только у представителей моей профессии Наверное, у всех современных людей Голова каждый день полна кучи проблем Совершенно верно Вот, и вот именно как, если это можно назвать так Бонус вот этого вот абсолютного обнуления после тренировки Я считаю, он более чем позитивен Вот только ради этого, на мой взгляд, стоит идти и заниматься йогой Ну, вот вы сказали, Станислав, что идут для того, чтобы что-то изменить Но на самом деле, вот две, как мне кажется, составляющие сейчас Которые указывают направление в спортивный зал людям Это первое, хочется красивую фигуру, это раз Ну и хочется хорошее здоровье, это два Вот по поводу здоровья мы сейчас еще и поговорим подробнее, да Каким образом это может происходить и влиять А по поводу все-таки вот лишнего веса и красивого тела Вообще йога, она для этих целей стоит ей заниматься, либо нет? Так же, как и понятие здоровья, понятие красоты достаточно относительно В йоге есть определенная особенность Что красота, она не может идти вразрез с состоянием здоровья В йоге есть понятие душа или тип конституции тела Соответственно, бывают конституции трех типов Вата, пита или кафа конституция В спорте говорят о стене, нормостене, гиперстене Соответственно, в йоге мы принимаем, что человек, обладающий определенным типом конституции То есть если человек склонный к панлоте Занимаясь йогой, он уравновешивает это То есть он не будет набирать лишний вес Там снижается склонность к перееданию И человек увеличивает мышечный тонус Выправляется осанка И в своей конституции он становится гармоничен Но, если мы говорим о правильном подходе к практике Никогда с помощью практики йоги мы его конституцию, склонную к выполнять Не будем переводить в конституцию вата То есть худощавый человек Потому что это придет к нарушениям его проблем со здоровьем То есть если мы говорим, что, например, красиво этот человек мускулистый Или красиво этот человек худощавый В йоге такой подход не пройдет По той простой причине, что это практика гармонизирующая человека Если мы берем, например, человека вата конституции очень худощавого Практика йоги, наоборот, позволит ему немножко набрать вес А человек, например, очень мускулистый, он станет более гибким Вот этот вопрос гармонизации — это основа Соответственно, в йоге есть разные инструменты С помощью определенного построенного класса можно очень быстро снизить вес тел Но если в нее приходят люди определенной конституции Хорошие тренеры им не позволят на этом классе заниматься То есть можно с помощью йоги решать разные задачи Но основа йоги как инструмента — это гармонизация физиологических процессов И вот если представить, что йога — это инструмент Там молоток, молотком нужно забивать гвозди То есть можно взять молоток, забить гвоздь Но не нужно им пытаться там отрезать кусок дерева Соответственно, мы можем взять йогу, поставить цель, задачу Добиться какого-то определенного стандарта и решить этот вопрос Но, как я уже сказал, не всегда это нужно делать в ущерб здоровью Давайте сейчас все-таки я вас попрошу Коль скоро мы говорим, что йога очень хороша для здоровья То хотелось бы какого-то подтверждения тому Вот что имеется в виду? Что в своем здоровье можно восстановить благодаря занятиям йогой? В своем здоровье можно как восстановить, так и наружу, что очень много Все зависит от того, что мы делаем этим инструментом Вот возьмите тот же молоток Я могу забивать гвозди, могу бить по пальцу А могу взять и ударить молотком прохожего Логично Соответственно, здесь вопрос не в йоге на самом деле И очень неправильно Это я говорю как специалист с огромным опытом работы с людьми и подготовки преподавателей Говорит, что йога что-то может Йога ничего не может Йога это просто инструмент, который у вас вот здесь лежит Они ничего не значат Значит, человек, который их применяет Вот простой пример с молотком Молоток, он хороший или плохой? Он может принести пользу или он может принести вред? Это зависит только от того, кто его применяет И ничего больше Вот мы с вами сейчас говорим о йоге как какой-то панацея здоровья Но я знаю, какой процент тренеров пользуются этим инструментом для нанесения вреда И этот процент очень большой И говорить о том огульно, что йога она такая полезная Ничего подобного Давайте тогда говорить о применении инструментов Если мы говорим о применении инструментов, я могу делиться своим опытом И для меня в аспекте применения практики йоги Очень важно рациональное понимание того, что я делаю Мы имеем какую-то древнюю технологию Которая описывается какими-то эзотерическими непонятными символами Но на самом деле все очень просто Если мы берем этот инструментарий И начинаем переводить его на понятный нам язык анатомии, физиологии и психологии Получается, что эти инструменты замечательно работают в этих самых отраслях То есть адаптивная физическая культура Какие-то методы психологического регулирования, стресс-менеджмент Это все то, что мы можем получить от йоги С помощью йоги, вот Александр озвучил То есть у него есть его задача, с которой он пришел Он пришел и он начал чувствовать себя эмоционально лучше И снял лишний стресс и напряжение Он говорит, что он освободил голову А стресс это, как известно, основа всех наших болезней Вот если мы говорим про стресс То я могу опять поговорить о неком философском ключе О роли йоги в современном человечестве В значении йоги Лучше бы в практическом применении А вот если мы говорим о практике Тогда нам необходимо уже поговорить немножко об инструментарии, которыми мы пользуемся Совершенно верно А инструментарий очень сильно зависит от той цели и задачи, которую мы ставим Вот Саня сказал, что вот есть его цель и задачи, которые мы решаем Он для себя с этого занятия получает Но на занятии мы решаем много других целей и задач Кто-то приходит на занятия И, например, у него есть нарушение сна Он пришел просто позаниматься йогой Но через какое-то время сон выровнялся И тогда человек, сидящий на этом месте, сказал бы об этом Кто-то приходит на занятия и у него сейчас какое-то время прекращает болеть спина И это тоже выгода Общее самочувствие, нормализация аппетита То есть выравнивание своих физиологических функций То, что есть такое понятие качества жизни Вот с помощью чего мы его достигаем? В йоге есть разные инструменты Если мы говорим о стрессе Как источнике большинства проблем современного человечества Мы должны понимать его феноменологию Стресс — это включение определенного отдела нашей вегетативной нервной системы А именно симпатодреналова Для обеспечения, скажем так, нас определенными реакциями Если человек возбужден в процессе своей жизнедеятельности Он чувствует напряжение Это напряжение он может испытывать в любой момент Проехал в общественном транспорте, пообщался с кем-то Что-то произошло Мы можем применить инструмент Напрашивается, что Давайте дадим ему какую технику релаксации Давайте дадим ее и нашим зрителям Давайте дадим ее нашим зрителям Какую технику можно применить? Можно, например, применить технику растянутых дыханий То, что в йоге называется техниками уджай Для того, чтобы выполнить технику уджай Нужно сделать очень простую вещь Нужно сделать выдох с прикрытой голосовой щелью У нас удлиняется время вдоха и выдоха Это приводит к увеличению уровня СО2 в большом круге кровообращения, что, в свою очередь, включает процесс анаболизма и расслабления. Можно попробовать нам всем вместе сделать эту технику. Давайте. Она очень простая. Для того, чтобы ее выполнить, необходимо научиться выдыхать вначале, проговаривая гласную. Я сейчас хочу обратить внимание наших зрителей. Мы сейчас показываем некие маленькие секретики, открываем, как можно успокоить себя. Да, можно себя успокоиться в определенном случае. Я об этом еще поговорю. Для этого необходимо принять удобное положение. Можно опереться спиной, например, на спинку стула или просто вытянуть себя за макушку. Свободно положить руки, так, чтобы они вам не мешали. Техника очень простая. Техника управления голосовой щели. Здесь у нас есть мышцы, которые мы должны научиться немножко прижимать, для того, чтобы длина нашего выдоха стала дольше. Как я уже сказал, это будет расслаблять нас. Для этого применяется простой механизм обучения. Давайте мы вместе с вами сделаем вдох, а потом громким шептом прознечем гласную, ну, например, А. Давайте вместе со мной делаем вдох. Ой, у меня не получается так долго, как у вас. Чем дольше мы занимаемся, тем больше будет выдох. Смотрите, это подводящая техника. Полная техника выполнить то же самое, но с закрытым ртом. Давайте попробуем, когда я сделаю вот таким вот образом. В процессе этого выдыхания закройте рот. Если у нас все правильно получится, останется легкое шипение в области горла. Делаем вдох, друзья. Начинаем выдыхать. Вот это и есть уже техника выдыхания с шипением. Если не получается, делаем несколько раз по этой схеме. До тех пор, пока техника не будет выглядеть так. Станислав, вот все мы понимаем, что в рамках 30-минутной нашей программы мы не сможем здесь много чего дать и рассказать. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вот в оставшееся небольшое время, которое у нас еще есть, мы бы дали, во-первых, еще какой-то практический совет. Потому что, ну, понятно, что тот, кто заинтересуется, он придет, найдет, и он начнет заниматься и разберется. Вот, как мне кажется, вы сказали, что плохой сон, да? Может быть, еще какое-то упражнение? Вот это как раз упражнение очень хорошо работает для нормализации сна. Есть еще методы расслабления. Но если говорить о прикладном аспекте, то, что может взять человек, вот который смотрит передачу, техника очень простая, вот то, что мы сейчас делали. Десять таких длинных выдохов с шипением, уже тонус немножко снижается, мы становимся более расслаблены. Можно дать обратное упражнение для того, чтобы сфокусировать свое внимание и собраться. Наоборот, упражнение, которое готовит нас к какой-то интеллектуальной деятельности, воздействует на центральную нервную систему. Есть такое упражнение в йоге, оно называется каплабхати. Можно попробовать с вами его сделать. То есть это хорошее утреннее упражнение, или когда вы чувствуете упадок сил, но вам нужно простимулировать себя дальше. То есть можно не заваривать там крепкий чай или кофе, а попробовать таким образом. Это тоже упражнение дыхательное. А давайте тоже сядем с прямой спиной, ладонь положим на область живота. Нам с вами необходимо научиться делать резкий выдох передней брюшной стенкой и расслабленный вдох. Вначале давайте проверим, можем ли мы ей управлять. Когда я скажу вам сделать вдох, при вдохе слегка надуйте живот вперед. Выдыхаем. Выдыхая, прячьте живот внутрь. Хорошо. Теперь вдохните. И резко выдохните, напрягая живот. Расслабьте живот. И снова выдохните. Расслабьте живот. Расслабьте. Вот эта техника. Это подводящее упражнение. Выдох на один счет, расслабление на два. Когда человек научается такой технике, он должен постепенно от 30 счетов до 100 научиться делать ее более быстро. Посмотрите. Да, вот таким вот образом. Абсолютно верно. Вначале техника, она более плавная. Примерно у вас в таком вот варианте. Ну и еще. В завершении, наверное. Вот почему, например, многие не решаются, скажем так, пойти и начать заниматься. Потому что, что мы знаем о йогах. Это люди, которые лежат на битом стекле. Это люди, которые ходят по горящим углем, там, пьют соляную кислоту и так далее. Сидят в позе лотоса, лежат в позе кобры. Понятно, что я сейчас говорю совершенно не в вашей терминологии, наверное. Не суть. То есть люди боятся, что это очень сложно и что это не получится. То, что вы показываете, вроде бы освоить как-то можно так или иначе. Ну, это может освоить практически любой человек. Это базовые техники управления своей вегетативной нервной системой. Почему этот вопрос? Все очень просто. Потому что на протяжении длительного времени, когда практика только заходила энтузиастами на наш рынок, можно так сказать, на вот это вот пространство, было примерно то же самое, что я говорил с молотком. Только били не по гвоздю, били по головам и по пальцам. Иногда своим, иногда своих занимающихся. Это связано просто с тем, что был действительно какой-то период, когда там в 90-е или даже раньше по самоздату занимались люди, которые не пытались разобраться, что это за практика, для чего. Почему? Просто смотрели, как делают там, может быть, по фильмам или еще что-то. И дальше пытались делать эти упражнения. И не дай бог действительно нарваться на тренера, который не сможет вам ответить на вопрос, а зачем мы применяем это упражнение. А в результате вот этой практики чего мы достигаем? Тогда действительно вы будете лежать на гвоздях, пить кислоту и в позе лотоса, между прочим, крайне травмоопасной и бесполезной для современного человека позой, будете ломать свои колени и изнашивать мениски. Возникает тогда вопрос, йога это хорошо или плохо? Это ровно настолько хорошо, насколько человек ее использует и применяет. Вопрос сейчас вот точно не Станиславу, потому что он, естественно, знает, как ответить. Многие считают, что йога это религия. Что вам, чем вам приходится жертвовать, что вам приходится менять, Александр, для того, чтобы заниматься йогой? Абсолютно ничем не приходится жертвовать и ничего сильно менять тоже не приходится. Единственное, это выделять время. Но это не просто занятие, это все равно философия в любом случае. Изначально, когда я пришел заниматься йогой, я больше относился к ней все-таки как к гимнастике определенной. Вот философскую подоплеку и же с ним уже я получил от Станислава в ходе довольно длительного промежутка занятий. Вот. Когда я пришел туда, я уже изучил вопрос, слава богу, есть интернет практически у всех. Вот. И знал, что современная йога все-таки начинается с физических упражнений. Именно это как раз тот аспект, который более удобен, более полезен и более необходим для современного человека. То есть от вас никто не требует сразу менять полностью ваше мировоззрение, менять... Когда мы говорим о философии, важно понимать, какую философию мы говорим. Это важно, потому что йога — это целостное. Не просто делаем упражнение, научим это включать в ритм повседневности. Человек продул шею, человек занимается йогой, он знает, какие нужно делать упражнения. Он не ждет чего-то, он знает, что нужно сделать для того, чтобы снять этот синдром. Это философия здорового образа жизни и философия качества жизни. А также понимание, какую роль эти техники и методики несут в повседневной жизни. Йога — это не то, что начинается и заканчивается на коврике. Это то, что человек несет с собой в повседневной жизни. Он может выполнять все те техники, практики и методики, которые получает на занятия, для того, чтобы улучшать качество жизни себя и своих занимающихся. Вот о чем идет речь. И человеку нужно время, чтобы это понять. И понять, как этим пользоваться. Ну, конечно, если это объяснять. Ну, я думаю, что вот это была такая очень хорошая завершающая точка нашего сегодняшнего разговора. Ну, давайте будем подводить итоги. Йогическая мудрость утверждает, что на достижение трудного могут уйти месяцы, а иногда годы. Для достижения невозможного нужно просто немного больше времени. Будьте здоровы. Спасибо за беседу. Всего хорошего. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok